Космические струи Космические струи мгновенно лишаются всех стекл, где бы они ни находились, в дверях салона автомобиля, в качестве передних фар или габаритных сигнальных лампочек, в огне обыкновенного пожара такого не происходит. Стекло растрескивается, размягчается, но не исчезает, то есть не расплавляется до полного испарения. В итоге на месте пожара остаются бесформенные слитки, капли или крохотные шарики, да и то только в том случае, где стекло попадает в самое пекло пожара. А таких мест, например, при лесном пожаре с точки зрения пространственного объема немного, так что на периферии действия огня можно отыскать капли расплавленного стекла. Испарение стекол связано с тем, что они практически целиком состоят из оксида кремния, из которого почти наполовину состоит базальт и ряд его производных. Гранит, глина, известняк, песчаник, просто песок и так далее. Они образуют при переходе эфира в вещество, если речь идет о пространстве вблизи Солнца. Это планеты Меркурии, Венера, Земля, Луна, Марс, оба его спутника и, возможно, какое-то количество астероидов. Во-вторых, у всех автомобилей, попавших под действие космической струи, алюминиевые диски, колес и других деталей, содержащих алюминий, мгновенно начинают течь. Не испаряются, но расплавляются до жидкого агрегатного состояния. Это также связано со вторым по объему компонентом базальтовых соединений, оксидом алюминия. В глине, например, он стоит на втором месте после оксида кремния. Оксиды других химических элементов представлены знаметно меньшей. Третьим характерным признаком для действия космической струи является появление черноты у стволов, ветвей и плодов деревьев. Из-за скоротечности процесса извержения космической струи мгновенно спихивает только корона деревьев. При этом полностью сгорают тонкие ветви, зеленая листва и хвоя. Продолжают работать и на этой улице. Огонь здесь также почти ничего не оставил. Вот корпус сгоревшего автомобиля. Дерево, на котором еще до сих пор горячие сгоревшие фрукты. Вот корпус еще одного сгоревшего автомобиля. На асфальте расплавленный алюминий от покрышки. А вот в этом доме каким-то чудом уцелели детские качели и пластиковая горка. На этих фотографиях и коротких фрагментах роликов, пришедших со всего света Калифорнии, Испании, Португалии и особенно Греции, мы видим картину полнейшего хаоса. Это связано с расчисткой проезжей части от нагромождения техники. В репортажах можно увидеть, как с помощью бульдозеров и подъемных кранов машины ставят в ряд с какой-нибудь одной стороны дороги. Затем сверху на этот же ряд поднимают второй ряд для экономии места. Я не показываю в этом фильме эту процедуру. Больше всего погибших в результате лесных пожаров в Греции в курортном районе Мати, где слишком поздно началась эвакуация, и очень многие не успели уехать. Здесь видно, к чему может привести паника. Десятки автомобилей застряли здесь, когда люди пытались бежать. Кто-то сумел вылезти вовремя, кто-то, к несчастью, не успел. Горящие люди. Это было хуже всего. И среди них дети. Я не хотел смотреть. Мы слышали голоса со всех сторон. На войне хотя бы есть возможность отреагировать. Здесь же нет никаких пределов. Это была зона боевых действий. Мы ездили к ее дому, но он сгорел дотла. Мы пытаемся ее найти, но не можем. Мы поедем в больницу, мы будем проверять списки пропавших и раненых. Они нам так дороги. Здесь ведь не просто курорт. Мы знаем друг друга. Мы одна семья. Это был кошмар. Ночной кошмар. Что еще можно сказать? Как описать то, что было в реальности? Я побывал в аду и выбрался. Как сообщают греческие издания, деревня Мати частично разрушена. Местные жители говорят, что до последнего не имели информации о движении огня. Это ужасно. Видеть, как твои близкие и знакомые тонут рядом с тобой, а ты ничем не можешь помочь. Такая трагедия. Люди оказались в ловушке. С одной стороны стена огня, с другой сильнейшее течение. Десятки задохнулись от дыма на берегу. Многие утонули в море. Кого-то подобрали спасательные катера, рыбацкие лодки, других просто отдыхающие на своих яхтах. Из-за сильнейшего ветра огонь распространялся с такой скоростью, что у жителей и отдыхающих просто не было времени спастись. Огонь настигал их в нескольких метрах от моря или в их машинах. Пожар преследовал нас. Не все смогли спастись. Машина, которая ехала прямо за мной, когда я поворачивал на главную дорогу, накрыла огнем. Машины стоят с открытыми дверями, ключами в замке зажигания, личными вещами на сидении. Видно, что люди бежали в панике. А в этом месте спасатели сделали страшную находку, обнаружив сразу 26 тел погибших. Мужчины, женщины, дети. Должно быть, они были друзьями, родственниками, потому что пытались спасти друг друга, обнимая, защищая с собой от огня. Ситуация вышла из-под контроля, заявил премьер-министр Греции. В стране объявлено чрезвычайное положение. До сих пор не удается локализовать сразу три больших очага пожара. Все в столичном регионе Атика. Пелена ядкого дыма застилает небо над Афинами и дошла до знаменитых Акрополя и Парфенона. Часть жителей пригородов уже эвакуирована. Отменена часть авиарейсов. Ряд автомагистралей на время перекрыт. Это трудный момент для Атики. Это трудная ночь для Греции. В настоящее время на трех крупных участках мобилизовано более 600 пожарных. 300 единиц техники. Сейчас в Греции отдыхают много россиян. Около 2000, по сведениям туроператоров, в районах лесных пожаров. Но пока информации о пострадавших среди наших соотечественников нет. Произошедшее уже назвали национальной трагедией. Самой масштабной за последние 11 лет. По жертвам лесных пожаров в стране объявлен трехдневный траур. И начинаем мы с новостей, которые сейчас приходят из Португалии. Лесные пожары стали настоящей катастрофой для страны. По последним данным погибли 58 человек. Эта цифра может еще увеличиться. Спасатели продолжают поиски тела. Местные пожарные не могут справиться с стихией и вынуждены просить помощи у соседних стран. Обо всем подробно расскажет Матвей Попов. Это крупнейший пожар по количеству человеческих жертв. Даже старожилы не припомнят, чтобы стихия уносила столько жизней. Более 50 всего за один вечер. Причем умерли они страшной смертью. Большинство погибших находились в своих машинах, ехали по лесу. А когда деревья по обе стороны от дороги превратились в огненные стены, куда-то сворачивать было поздно. Автомобили сгорели вместе с пассажирами. Местные власти отреагировали недостаточно оперативно. Все шесть трасс, ведущих в огненную ловушку, были перекрыты только после того, как по ним успели проехать десятки машин. Погибших погубил один и тот же пожар в одной и той же локации. Сейчас департамент криминальных расследований работает над опознанием погибших. Я хотел бы выразить свои соболезнования их семьям. Сейчас островы автомобилей исследуют спасатели. Другие прочесывают ту часть леса, которую удалось потушить. Не исключено, что кто-то пытался бежать от огня, и, возможно, есть еще погибшие. Данный район Португалии популярен у туристов, в том числе из России. Однако о пострадавших россиянах информации нет. В связи с чрезвычайно жаркой погодой, которая установилась в выходные в Португалии, произошел крупный лесной пожар в округе Лаирия, в районе населенного пункта Пердогал-Гранде. Это центральная часть страны. В чертовне пожара, как сообщается, остались десятки человек. Посольство находится в тесном контакте с португальскими властями. Для выяснения, есть ли среди пострадавших российских граждан. На данный момент такой информации не имеется. На борьбу с огнем брошено уже полторы тысячи пожарных и спецтехника. Однако их усилия пока не приносят плодов. Погода установилась жаркая и засушливая. Так что пламя продолжает отвоевывать у людей новые территории. Португалия уже запросила помощи у руководства Евросоюза. Поддержку ей обещали Испания, Германия и Франция. Матвей Попов, Вести. На юге Калифорнии свыше 180 тысяч людей эвакуируют из-за лесных пожаров. Большинство из них проживает в Лос-Анджелесе. Однако наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вентура. Стихия уже уничтожила в американском штате по меньшей мере 150 строений. Более трех тысяч находятся под угрозой. Еще свыше 250 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. В округе Вентура объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время горит более 20 тысяч гектаров. Сильный катаботический ветер Санта-Ана подлил масло в огонь. Специалисты Национальной метеорологической службы в Лос-Анджелесе сообщили, что в регионе сейчас самый разгар этого ветра в текущем году. В округах Вентура и Лос-Анджелес, где его скорость в порывах может достигать 130 км в час, был объявлен красный уровень опасности. В октябре 2017 года Калифорния также пострадала от лесных пожаров. Тогда в огне погибли по меньшей мере 40 человек. Еще около 900 пропали без вести. Эти пожары стали самыми смертоносными в истории Калифорнии. Огонь уничтожил 3,5 тысячи домов. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 79 человек. Среди них много детей. Еще несколько сотен пострадали, об этом сообщает агентство Reuters. В связи с массовой гибелью людей в самой стране Евросоюзе объявлен траур. С последней информацией Роман Гальперин. Посмотрите на это, посмотрите на здание, посмотрите на деревья. Вы не можете себе представить никаких слов. Трагедия в Мате привела в ужас весь мир. Всего за несколько часов популярное курортное местечко превратилось в пепелище. Сотни домов и автомобилей сожжены. Местные жители и туристы признаются, их просто не предупредили о надвигающейся катастрофе. Все искали способ убежать от огня, а затем огонь остановил их здесь. Люди не знали, куда бежать. Пожар начался с этой стороны. Мы увидели, это около 6-6.30. Сразу же начали собирать наши вещи и складывать их в машину. Дагала с семьей, как и многие другие, пытались спастись от стихии на машине, но огонь не позволил проехать. Отец схватил трехлетнего сына и побежал к морю. Я бежал и не поворачивал голову. Я бежал к морю. Я знал, как туда пройти, потому что в последний день мы купались на пляже. Во время паники Дагалас потерял жену и теперь молит Бога, чтобы она осталась жива. Но очевидцы уверяют, у тех, кто замешкался в тот момент, не было шансов. Когда пришел огонь, те, кто были в машинах, они сгорели мгновенно. Вчера я прошелся и насчитал более 30 мертвых тел. Быстро распространиться огню помогала 40-градусная жара и сильный ветер. Спасаясь от пожара, люди бежали к морю. Там им помогали работники береговой охраны Греции. Почти 700 человек спасли, но многим так и не удалось выбраться. На этом морском утесе нашли тела 26 человек, которые обнимали друг друга. Взрослые дети пытались прорваться к берегу безуспешно. Многие из них решили попытаться добраться до моря, но они не знали, что там обрыв. Поэтому попали в ловушку. Огонь окружил их, у людей не было выхода. Туристический сезон в Греции, если не сорван, то точно испорчен. Тысячи отдыхающих пакуют чемоданы. Эта семья из Финляндии собирается переждать стихию в Афинах. Но глава семейства сомневается, что ситуация наладится. Мы бежали вдоль пляжа, а затем нас окружило пламя. Мы вошли в воду, пришлось даже нырять, чтобы не обгореть. Потом мы несколько часов ждали, пока нас не спасли. Потом мы вернулись в отель за вещами. Поисково-спасательные операции идут без остановки. Местные власти уверяют, что держат ситуацию под контролем. Но времени у них все меньше. Температура воздуха в ближайшие дни вновь поднимется. Огонь может вспыхнуть с новой силой. Роман Гальперин, МИР24. Президенты Белоруссии и Молдовы Александр Лукашенко и Игорь Дадон выразили соболезнования своему греческому коллеге в связи с массовой гибелью людей. Об этом сообщают РИА Новости. Южные и центральные районы Греции погрузились в пепельную полумглу. Люди оплакивают родственников, но времени на траур нет. Главная задача выжить самим и подготовиться к возможно новому удару. На подступах к Афинам и курортным портовым городам полыхают леса. Трагедия объединила всю страну. Каждый, кто в состоянии хоть чем-то помочь, стал волонтером. Продукты, еду, элементарно воду привозят на пепелище из разных уголков. Все замерли в ожидании гуманитарной катастрофы. Репортаж нашего специального корреспондента Виталия Ханина. Димитрос осматривает останки своего дома. Огонь был настолько сильным, что плавились пластиковые окна. Внутрь зайти не рискует на комнаты, в которых жил почти 30 лет, смотрит через окно. Это полная катастрофа. Все сгорело, ничего не осталось. Мебель, все, ничего нет. Но Димитрос все равно считает, что ему повезло. У него не погиб никто из родственников. А ведь здесь десятки страшных историй. Молодожены отмечали свадьбу в местном ресторане. Невеста пропала без вести, жених в больнице. Буквально на соседнем участке, бесцельно, с пустым взглядом, бродят люди, на глазах у которых гибли соседи. Они ничего не могли поделать. Я услышала истошный крик, выглянула и увидела едва различимую в дыму фигуру ребенка. Девочка бежала по направлению пропасти и прыгнула в нее. Все произошло в одно мгновение. Местные власти уже заговорили об отвратительных действиях полиции по эвакуации из объятого пламенем района. Ее, по сути, никто не организовал. И это одна из причин огромного количества жертв. Хотя эти сгоревшие машины уже оттащили с дороги, но это очень характерная деталь. Дело в том, что узкие улочки этого поселка быстро превратились в смертельную ловушку. Здесь собирались огромные пробки, и люди просто не могли выехать. И сгорали прямо в своих автомобилях. Поселок Мати сейчас выглядит с воздуха, как черное пятно. В 10-километровой зоне заняты все отели. Больше местным жителям ночевать негде. Чтобы понять, как много здесь погибших, достаточно посмотреть на повсюду снующих домашних животных, которых никто больше не ищет. Они жмутся к людям, но хозяев, скорее всего, уже не увидят. Это ужасающая картина. Знаменитые греческие кошки. Многие остались без хозяев и ходят по разрушенным домам в поиске хоть какой-то ласки. И вот местные жители их подкармливают. И пожары не отступают, особенно на Крите и Пелопонесе. Пламя постепенно подбирается к отелям. Среди погибших уже много туристов из Бельгии, Польши, Японии. Это ведь самый разгар туристического сезона. Все они оказались зажаты в ловушке между стеной огня и сильнейшим течением. Многие рискнули прыгнуть в море, но утонули. Не дождались помощи береговой охраны. Сколько тел унесло течением, до сих пор никто не знает. О пострадавших из России пока не сообщается, но консульство постоянно мониторит ситуацию. Но огонь вспыхнул в районе Лутраки, где отдыхает множество наших соотечественников. Отдыхающие уже присылают видео спасательных вертолетов, которые кружат в воздухе. В одной из версий следствия, причиной самого страшного пожара за последние 9 лет – это поджоги. Местная мафия пыталась поделить дорогую землю, или это просто чья-то неосторожность, еще предстоит выяснить. А пока, чтобы предотвратить новые поджоги, власти попросили у американцев беспилотник. Он патрулирует районы в поисках поджигателей. Впрочем, в Афинах он сегодня уже не нужен. Наконец-то, спустя несколько дней затишья, пошел такой долгожданный для Греции дождь. Вот там в горах уже слышен гром, там большие тучи. То есть есть шанс, что сама природа поможет победить катастрофу. Виталий Ханин, Олег Серебряков, Алена Яманова и Сильвия Горгинян. Известие специально для РЕН-ТВ. Человеческой трагедии за все последние годы, заявил премьер-министр Антонио Кошта. Известно, что речи об умышленном поджоге не идет, впрочем, полиция все равно начала расследование в связи с катастрофой. Известно, что речь об умышленном поджоге не идет, впрочем, полиция все равно начала расследование в связи с катастрофой. Руководство Греции подозревает, что лесные пожары на юго-востоке страны начались из-за поджогов. На пресс-конференции представители властей показали изображения со спутника. На них видно, как 23 июля почти одновременно появились 13 очагов возгорания. Это одно из подтверждений теории поджогов. Кому и зачем могло понадобиться устроить сильнейшие лесные пожары в Греции с 2007 года? Попробуем разобраться вместе с диджитал-директором RTVI и нашим специалистом по Греции Илью Клишну. Он в студии. Привет, Илья. Привет, Даша. Вообще, в целом, я так понимаю, что лесные пожары как явление для Греции – это не редкость. Масштабы отличаются из года в год, но это постоянно происходит. Да, на самом деле это так. Пожары, в общем, происходят каждый год, каждый сезон жаркий. То есть обычно летом, когда становится такая жаркая, сухая погода, и долго нет дождей. То есть, скажем, я впервые приехал в Грецию почти уже 15 лет назад, 2004 год, и тоже были сильные пожары. И через год были пожары. В общем, я слежу за греческой прессой. Это действительно такая, ну, не то чтобы обыденная новость, но к этому привыкли как к некому сезонному явлению. Как, скажем, в США, в Калифорнии регулярно происходят пожары. Здесь ситуация была необычна тем, что очень много погибших, больше 80, и это такие ужасные смерти. То есть люди пытались на машинах уехать из этой деревни, они буквально задохнулись угарным газом, их не спасли пожары. Кстати, там, часть конспирологов считает, что их намеренно не спасли, мы об этом чуть позже поговорим. В общем, весь мир обратил внимание на эту ситуацию именно из-за ужасающего характера именно этой трагедии, что очень много погибших. Но действительно каждый год происходят пожары. Но если говорить именно про этот пожар, мы уже обсудили частично особенности, очень много погибших, действительно огромный масштаб. Но вот теперь к версиям, к поджогам. Почему говорят о поджогах? Видимо, именно потому что есть, как минимум, эти снимки, которые показывают подозрительное одновременное возгорание. Но почему еще определять? Зачем? Какие могут быть поводы для этого? Ну, смотри, я сразу забегу вперед, что есть три основных подозреваемых. Это не конкретные люди, а, скажем так, группы заинтересованных людей, которые по разным причинам все эти годы совершали поджоги, их прямо или костно на этом ловили. То есть для начала просто коротко надо объяснить нашим зрителям ситуацию в Центральной Греции, в Атике. Атик – это столичный регион Афины, и вот и все их окрестности. Афины не похожи на Москву, Нью-Йорк, Берлин тем, что центр города, вот самый центр, если вы приедете, там пойдете в Акрополь, смотрите с примечательностью, это все прекрасно. Все остальное – достаточно бедные, грязные, замусоренные районы. Если ты состоятельный человек, высший класс, выше среднего, ты не хочешь жить в центре Афин. Эти люди предпочитают жить за городом. Это виллы обычно к северу от города. Там, к примеру, живет посол России в Греции, там отдельная элитная деревня, где живет большая часть сотрудников российского посольства. Либо это дом у моря, как вот, собственно, вот эта деревня, в которой произошел пожар, и другой населенный пункт к западу, Афин, тоже это такой поселок у моря. Либо это близлежащие острова, которые в пределах одного-двух часов на скоростном корабле добраться до Афин. То есть, собственно, структура элитной недвижимости плюс хороших отелей – это именно вынесено за пределы Афин, вот в пределах нескольких часов на машине или на корабле. И тут две проблемы. С одной стороны, эту недвижимость хотят строить, а, например, территория занята природоохранными зонами, заповедниками, еще чем-то. И греческая пресса много лет спекулирует, что вот целенаправленно поджигают леса или сжигают какие-то утлы дома, которые не хотят продавать эти участки под строительство, скажем, отеля или чьей-то виллы. Ну, эта ситуация более-менее знакома, скажем, тем, кто следит за похожими историями в России. В России такое происходит. Ну, то есть это вот, давай просто так тестить, это одна версия. Это одна версия, это девелоперы. Выгодно застройщикам, да. Это выгодно застройщикам, кто, допустим, там был заповедник, лес, природоохранная зона или просто какие-то несговорчивые люди не продавали свои участки. Но, скорее всего, вот эта история, которая случилась в той самой деревне в 40 километрах к востоку от Афин, она другая. И вот, в частности, я почитал, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» говорил с местными жителями. Там уже живут, скажем, богатые люди в своих виллах, но очень много так называемых самостроев. И особенно за последние лет 10-15 они распространились, их было так много, власти не успевали их сносить с ними и бороться, что в 16-м году греческий парламент принял закон об амнистии. Ну, де-факто, амнистии, они разрешили заплатить небольшой штраф, какой-то смешной, и, по сути, легализоваться. То есть богатым это не нравится? Ну, то есть ты купил, условно говоря, за, не знаю, 10 миллионов евро какую-то виллу на этом берегу моря, а вокруг построили рандомно эти маленькие домики, они портят, там создаются пробки, еще что-то. И власти на это закрыли глаза, и вот по той версии, которая сейчас спекулирует в греческой прессе, о чем пишет, собственно, корреспондент Нью-Йорк Таймс, поговорив с местными жителями, что подозревают именно, ну, прямо или косвенно вот эти богачи, что они хотели проредить ареал вокруг своих домов. То есть фактически просто из-за власти снести этот самострой. Ну, это, получается, вторая версия. Это вторая версия борьбы с самостроем. Третья версия, она все эти годы непонятно имеет ли отношение к этой истории, это пастухи. Греческие пастухи, очень мало пастбищ для овец, там такая местность пересеченная, холмы, горы, леса, опять же, те же самые природоохранные зоны, и много раз ловили пастухов за тем, что они поджигают леса для выпаса своего скота. Но я думаю, что вряд ли все-таки здесь это вот та история, потому что в 13 местах одновременно поджечь лес, вряд ли это была какая-то мафия пастухов, но они тоже прям часто это делали. Но они тоже в общем и целом под подозрением, получается. По статистике, за последние 30 лет, ну, чуть меньше, с 91-го года, лишь 2,5% пожаров происходили по естественным причинам в Греции, и 65% пожаров с неустановленными до сих пор причинами. То есть, скорее всего, это были поджоги. То есть, это поразительная статистика. Больше трети лесов в Атике с 91-го года уничтожены вот по этим разным причинам. И это продолжается каждый год. И просто как бы непонятно, смогут ли вообще греческие власти. Но вот эта трагедия, просто вот уже как-то завершая наш разговор, она шокировала греческое общество. Может быть, она как-то сейчас встряхнет, потому что там и оппозиция в парламенте, и все газеты об этом пишут. То есть, обычно не находят. То есть, все говорят, все знают, что это там девелоперы, вот эти вот какая-то мафия строительная и так далее, не находили. То есть, не доводили до конца эти расследования. Возможно, здесь под каким-то прессингом общественного мнения все-таки найдут истину и установят иногных. Ну, мы проследим за этим, конечно же, обязательно. Спасибо большое, Илья. Диджитал-директор РТВА Илья Клишин был сейчас в студии. С ним обсуждали, кто может стоять за разрушительными пожарами в Греции, из-за которых погибло, я напомню, больше 80 человек. Всем здравия, с вами Видагор. И это видео я делаю, потому что мне прислали ссылки под видео, под моим прошлым... Вот, обратите внимание, да? Использование лазерного оружия в Америке, в США, в Калифорнии. Вот, видите? Повтор человек делает, просто ему удалось это снять. В общем, это к моему прошлому видео, к которому я говорил, что сразу множество городов были сожжены в 1871 году. Конкретно остались сведения только по Чикаго, да? И сейчас, оказывается, я просто не знал, пропустил это, да? Вот, смотрите на экране, что происходит. Дома выжигают лазерным оружием. Это повтор вот этой съемки просто. Это именно происходят пожары в Калифорнии. Вот, также, обратите внимание, далее включил съемочку. И, смотрите, стекла расплавились у автомобилей. То есть, стекла выгорели. Также выгорели литые диски. И они расплавились, и там лужицы от алюминия поплавленного. Что интересно, да? Но официальная версия, как всегда, тупит. Это, типа, лесные пожары, и ветер был сильный, и, типа, нагнало огонь, да? Ну, а по-настоящему что произошло? Видите, поворотники поплавились, да? А самое интересное, что деревья-то целы. Какие нахрен лесные пожары? Тут разные съемки, я уже посмотрел. С дронов снимали. И, то есть, вокруг целые деревья, а именно, горели, только выгорали дома. И, в общем, после... Это, я еще раз повторяюсь, это происходило в Калифорнии. Ну, там в одних видео написано, это было 7, 8, 9, 10 октября, в других 7 декабря. Ну, то есть, без разницы, какая разница. Ну, имеется в виду, вот сейчас 2000... Ну, поздно я уже снимаю, да? Я просто раньше не знал об этой новости. Имеется в виду 2017 год. И, то есть, вот такая вот получилась вещь, что использовали лазерное оружие для сожжения городов. То есть, домов, домов вернее, да? И большие территории с домами сгорели. Главное, что тут сообщается, да? Что видели эти лазерные лучи. Потом деревья не горели, деревья стоят. Видите, поплавились у машин стекла. А стекла плавятся при высокой температуре. Или то и диски растеклись лужицами алюминия, да? А вроде сам автомобиль, корпус как бы целый стоит. В общем, хорошо, что сейчас такое время, что уже у людей есть дроны, которые могут снимать с воздуха. И вот люди используют дроны, чтобы снять вот это после пожара. Я говорю, в этом году. То есть, было использовано лазерное оружие, обстрел по домам Калифорнии. Типа 1500 домов сожгли. Вот там я видел, показывали. И видите, это с дрона снимают, что леса целые. И главное, одно видео, просто мне сейчас не найти этих видео, очень много в интернете. Видите, деревья целые, вот кругом, деревья целые. То есть, это никакой не лес горел. А это именно показаны, там были съемки, я просто все сейчас не найду. Я тут пересмотрел уже кучку. Это как продолжение, как бы я снимаю к моему предыдущему видео для сомневающихся. Что даже вот прислали, что сейчас даже есть такое оружие. Вот, в 2017 году стали выжигать. Видимо, кому-то не нравились жители вот этого района. Так вот, видите, деревья целые. Обратите внимание, деревья не пострадали. А именно, вот смотрите, видите, деревья стоят, а дома выжжены. Ну, машины сгорели только, которые возле домов стояли. Именно точечными ударами хренячили чисто по домам. То есть, с лазерного оружия точными прицелами именно выжигали дома. Видите, выжигали целые районы. И главное, говорят, что в домах сгорели все. И унитазы, и ванны, полностью все. Дома загорались изнутри. И даже была там показана съемка, только я еще не найду уже где. Где одно дерево, ну, толстенькое такое дерево, и оно горело внутри. То есть, снаружи не горело, а внутри горело. Это вообще феномен. То есть, некоторые говорят, я тут слушал, что использование лазерного оружия. Некоторые говорят, что использование микроволнового оружия. Ну, в общем. Вот такая вот. Офигеть. Вулканы у берега Калифорнии начали извержение, о котором не сообщается. Белый дом ждет грандиозную катастрофу. Разрушительный пожар в Южной Калифорнии захватывает. Все большие территории, и сегодня по площади он превосходит огромный мегаполис Нью-Йорк. Пожар, которому уже дали имя Томас, уже считается пятым по силе пожаром за всю историю штата. С 4 декабря огонь уничтожил сотни домов и вынудил уехать 200 тысяч человек. И это только ситуация в городах Вентура и Санта-Барбара, где пожар охватил 93 тысячи гектаров леса и ежедневно захватывает 20 тысяч гектаров. В других областях Калифорния тоже горит, хотя там возгорания более локализованы. В ночь на понедельник была объявлена эвакуация в некоторых районах Карпентерии рядом с национальным заповедником Лос-Падрис примерно в 160 километрах северо-восточнее Лос-Анджелеса. Пожарные активно борются с необычным для этого времени годы огнём и вся Америка следит за их сообщениями в Твиттере. Более продвинутая публика использует для наблюдения сетевые сервисы, где хорошо отражено нарастание концентрации угарного газа и соединений серы над регионом. Однако господин Датч Зинас, создатель одноимённого видеоканала, подошёл к вопросу гораздо серьёзней, начал тщательно анализировать данные спутниковой системы GOS Уиттер Сателлит. К его величайшему удивлению к западу от побережья Калифорнии с началом декабря из океана идёт колоссальный выброс газа, что отлично видно на спутниковых фотографиях. Воспользовавшийся сервисом Google, господин Датч Зинас обнаружил, что как раз точно под местом газовых выбросов находится цепочка огромных вулканов, из которых, видимо, идёт извержение. Шокированный своим открытием, господин Датч Зинас даже сделал ещё одно более подробное видео. Лесные пожары – это известный, хотя и не стопроцентный признак начинающейся вулканической активности. Иногда пожары возникают сами по себе, но иногда поднимающаяся магма высушивает растения на огромной территории, почвово участками сильно разогревается и достаточно искры, чтобы лес вспыхнул. Возможно ли, что под Калифорнией началось магматическое движение и лесные пожары связаны с этим? В районе Кальдер-Лонг-Велитри-Моры наблюдается постоянно, сейсмологам уже не хватает чисел, чтобы их посчитать. Землетрясения в районе разлома Сан-Андреас также в этом году ещё более участились. Наконец, в сентябре в Калифорнии наблюдался так называемый «сухой штурм» и 40 тысяч молний, что часто бывает предвестником землетрясения. Таким образом, все физические признаки скорого большого тектонического события в Калифорнии налицо. Но к ним следует добавить ещё и некоторую мистическую составляющую, поскольку подобные вещи предчувствуют некоторые люди. И сообщение о том, что в Калифорнии что-то грядёт на американских форумах, просто шквал. Тем не менее, USGS, геологическая служба США, про начавшиеся извержения подводных вулканов, молчит, по новостям об этом не говорят, а значит, извержения как бы нет. Всё замечательно. Однако, кроме подводных вулканов, у побережья Калифорнии есть связанная с ними цепочка вулканов, напротив побережья штата Орегон, который граничит с Калифорнией на севере. Речь идёт о цепи подводных вулканов, образующих океанический хребет Хуана-де-Фука и являющихся границей одноимённой литосферной плиты. В апреле этого года, то есть одновременно с увеличением сейсмической активности в Калифорнии, вулканы по хребту Хуана-де-Фука уже начали извергаться. Появилось несколько новых донных кратеров, откуда плескала лава и шёл кипяток, убивающий всё вокруг ядовитыми газами. Летом этого года сейсмологи устроили в этот район экспедицию и установили массу веб-камер, позволяющих наблюдать за вело-текущим извержением в реальном времени. Однако так как то совпало, что одновременно с началом пожаров в Калифорнии все установленные по хребту Хуана-де-Фука веб-камеры перестали работать. Связано это с тем, что камеры вышли из строя или их просто выключили, никто не знает. Но это очень странно. Во-первых, странно потому, что Калифорния куда более густонаселённый район, чем Орегон, но в океане напротив берега никаких телекамер нет. Или всем говорят, что их нет, но они там есть и USGS мониторит их круглыми сутками. Во-вторых, странно и потому, что камеры на соседнем вулканическом хребте перестают работать одновременно с вулканическими выбросами в океане прямо напротив калифорнийского побережья. Однако, в-третьих, и что более всего удивительно, накануне по всей территории США наблюдалось массовое перемещение вертолётов и транспортной авиации с восточного побережья на запад. То есть к Калифорнию. Возможно, эти переброски авиации и вулканическая активность у побережья как-то связаны. И ещё так удачно вспыхнувшие пожары. Отличный способ провести эвакуацию под благовидным предлогом и оцепить опасный регион, где вот-вот сектоническая плита расползётся по швам. Пока информация об извержении подводных вулканов напротив Калифорнии только появляется, следим за обновлениями и развитием событий. Источник «Мир вокруг» на Google Play. Известно, что речи об умышленном поджоге не идёт, впрочем, полиция всё равно начала расследование в связи с катастрофой. Известно, что речи об умышленном поджоге не идёт, впрочем, полиция всё равно начала расследование в связи с катастрофой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...